В следующем году серия Fire Emblem празднует юбилей, 30-летие. Стоит ли ждать некий сюрприз от разработчиков, это пока неизвестно. Зато можно с полной уверенностью заявить, что Fire Emblem подошла к празднику в замечательной форме. Серия хорошо узнаваема, и в последние годы интерес к ней значительно вырос. Этому поспособствовали в том числе и спин-оффы. Fire Emblem Heroes для iOS и Android, зрелищный экшен Fire Emblem Warriors, а также Tokyo Mirage Sessions, кроссовер с не менее почитаемой серией Sin Megami Tensei. Сейчас мы расскажем вам, как небольшой эксперимент четырех разработчиков дал начало главной консольной серии тактик, завоевавшей сначала стационарные, а затем и портативные консоли Nintendo. Однако начать эту историю следует с упоминания Famicom Wars. Студия Intelligence Systems изначально трудилась над программными инструментами для консолей Nintendo. В 1988 году квартет разработчиков из упомянутой студии присоединился к созданию пошаговой стратегии Famicom Wars. Несколько позже из этого эксперимента вырастет популярная в нулевых серии Advance Wars. А пока, набравшись опыта на такой выездной операции, разработчики из Intelligence Systems вернулись обратно и получили возможность создавать игры самостоятельно. Я не для этого учился на программиста. Ты герой, починивший интернет. Да я, блин, просто провод воткнул. Тебя любят девушки. Но когда меня звали почистить кэш, все, что мы делали, это чистили кэш. Видимо, позвали как друга. Творческие умы решили смешать в своем первом проекте черты RPG и стратегии, а также добавить туда фэнтезийный сюжет с упором на личности персонажей. Итоговая игра получила название Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Вышедшая в 1990 году, эта новинка так навсегда и осталась на Famicom, ограниченной одной лишь Японией. Западные геймеры прикоснулись к первому выпуску серии только спустя 18 лет, когда классика получила ремейк для Nintendo DS. Уже в первой Fire Emblem появилась ее ключевая особенность — перманентная смерть. Это значит, что ваши бойцы, павшие на поле боя, умирают один раз и навсегда. Другая особенность игрового процесса — износ и поломки оружия. Запасной меч в Fire Emblem — это не роскошь, а необходимость. В 1992 году Fire Emblem обзавелась продолжением с подзаголовком «Гайден». Действие новой игры происходило одновременно с событиями оригинала, однако на другом континенте. Игрок управлял героическими партизанами, воевавшими против империи, захватившей их родину. Два ключевых персонажа сражались на разных фронтах, но преследовали общие цели. Другой характерной чертой Fire Emblem Гайда была относительная свобода перемещения. Герои не слепо следовали по сюжету, а могли путешествовать по игровой карте и посещать необязательные подземелья. Эту особенность бережно перенесли и в ремейк под названием Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. На данный момент это последняя вышедшая эмблема. Ее релиз состоялся в 2017 году на портативной консоли Nintendo 3DS. Следующим необычным выпуском серии стала Genealogy of Holy War, вышедшая в 1996 году на домашней консоли SNES. Из этой игры сделали эпическую сагу сразу о двух поколениях воинов. Герои по ходу сюжета не только сражались против врагов, но и сближались друг с другом. Плодом любви стало новое поколение воинов. Именно им предстояло завершить дело своих отцов и матерей. За моего сына. В генеалогии появилось и то, что в дальнейшем стало особенностью всей серии Fire Emblem. Правила треугольника, применяемые к магии и оружию. Мечи сильнее топоров. Топоры превосходят копья, а копья наносят большой урон воинам-мечникам. Описанный принцип жив в Fire Emblem и по сей день. Новые части игровой серии порой выходили на очень странных носителях. Так, например, чтобы сыграть в набор карт BS Fire Emblem Akane Wars Chronicles, нужно было в определенный час дня подключить свою SNES к серверам Nintendo через спутниковую связь. Она имеет постоянную связь со спутником Atlas и может управляться дистанционно из нашего центра. Другая новинка, Fire Emblem Trisha 776, распространялась через систему Nintendo Power. Геймеры покупали перезаписываемый картридж для SNES, приходили к специальному автомату и загружали желаемую игру. Вот на такие серьезные жертвы и ухищрения приходилось идти поклонникам жанра. Наступило новое тысячелетие. Fire Emblem впервые добралась до портативной консоли Game Boy Advance, но до сих пор так ни разу и не покинула пределы в Японии. Кто знает, прославилась ли когда-нибудь Fire Emblem среди годзинов, но помог случай. Имя ему... В список бойцов этого файтинга затесались два персонажа тактической серии – Марс и Рой. Nintendo всерьез собиралась вырезать их из западной версии новой игры, но удержалась. Как оказалось, не зря. Оба бойца явно понравились геймерам из США настолько сильно, что и Nintendo задумалась, как бы ей познакомить западную аудиторию с Fire Emblem. Знаковое событие все же свершилось в мае 2003 года. В американские магазины попала игра с лаконичным названием Fire Emblem. Дружественная к новичкам и снабженная обучением, эта новинка понравилась геймерам по обе стороны Атлантического океана. Впрочем, японцы сочли ее слишком легкой, а потому предпочли играть на уровне сложности Hard и наслаждаться эмблемой, как и прежде, без упрощений. Тем временем серия подошла к собственному 15-летию и была явно готова к новым свершениям. В 2005 году для консолей GameCube вышло первое полностью трехмерное Fire Emblem с подзаголовком Path of Radiance. Небольшим, но очень ярким нововведением стал дебют в игре Оборотней. В своей животной форме они обладали чудовищной силой, но не могли оставаться в таком состоянии сколь-либо долго. Странное оборотное зелье. Выпил, теперь вместо учебы тянет на детюшанку, взять ружье и уехать на кордон с мужиками охотиться. Предполагалось, что прямой сиквел Path of Radiance также появится на GameCube, но разработка слегка затянулась, и игра вышла уже на Wii с подзаголовком Radiant Dawn. Из интересных особенностей стоит отметить то, что почти всем персонажам выдали специальные навыки, здорово выделяющие бойцов в ходе сражений. Кроме того, Radiant Dawn на много лет стала последним выпуском Fire Emblem для стационарных консолей. С тех самых пор серия поселилась на портативных платформах, а первой ласточкой переезда стала уже упомянутая Shadow Dragon, то есть ремейт той игры, с которой и началась Fire Emblem. Новая версия сохранила сюжет, но впитала в себя большую часть изменений, произошедших с тактической серией за прошедшие 18 лет. Эй, а как ты узнал, где я живу? Скажем так, мы родственники. Следующая игра была создана в том числе и с расчетом на нехардкорную часть аудитории, вплоть до того, что в Fire Emblem New Mystery of the Emblem дебютировал казуальный режим. Если включить это нововведение, то павшие воины не умирают раз и навсегда, а возвращаются в строй к следующей битве. И тем не менее, даже так сохраняется шанс на гейм-овер в случае гибели главных героев. К слову, возможность включить или же выключить перманентную смерть есть также и в современных выпусках серии. Должен же я хоть как-то умереть. Не такой я и крепкий. Орешек, вот мы и вернулись. Fire Emblem Awakening вышла уже на 3DS и получила статус хита. Новая эмблема добилась высоких оценок от прессы и продалась тиражом почти в 2 миллиона копий. В эту игру вошли чуть ли не все ключевые идеи из предыдущих. Тут снова можно исследовать карту мира, чтобы добыть больше золота на дополнительных миссиях. По ходу битв персонажи сближаются со своими соратниками. Кто-то заводит надежных друзей, а отдельным счастливчикам удается найти любовь всей своей жизни, с которой можно и обустроить домашний очаг, и даже вырастить из детей новое поколение воинов. Вышедшая на той же самой консоли Fire Emblem Fates изменилась не сильно, однако в ней был как никогда важен и значим сюжет. В начале игры герой выбирал, к какому из двух королевских родов присоединиться, и заодно определял весь ход дальнейших событий. При повторном прохождении можно было посмотреть на историю с противоположной точки зрения, или же дезертировать, чтобы наблюдать за конфликтом двух государств со стороны. Каждый из вариантов был интересен, но именно третий, нейтральный, позволял выяснить истинную природу вещей и мотивы ключевых персонажей. А последний из вышедших Fire Emblem мы уже упоминали, а потому давайте посмотрим в ближайшее будущее. Через несколько дней на Nintendo Switch выйдет новая часть культовой серии Fire Emblem Free Houses. Ареной событий для этой игры стал континент, разделенный между тремя могущественными домами. Сейчас там царит хрупкий мир, но законы жанра устроены так, что покой явно будет недолгим. Лучшие выходцы трех государств обучаются военному телу в офицерской академии, и ваш герой станет для них одновременно и верным товарищем, и учителем, после чего поведет один из домов в бой. Вам предстоит лично решить, кого выбрать. Такой была почти 30-летняя история Fire Emblem, которая и не думает завершаться. Разработчики то и дело экспериментируют и удивляют поклонников новыми типами войск, правилами ведения боя или же неожиданным ходом сюжета. Главный вопрос сейчас — это чего ожидать от Fire Emblem Free Houses, и уже скоро мы на него ответим. Ждите обзор на канале Nintendo. Субтитры создавал DimaTorzok